здесь дизельный двигатель я не знаю даже автомат калашникова можно сломать этот двигатель по-моему нельзя сломать это честный тест драйв вот как купили тачку вот и поехали так что можете поздравить всем привет друзья это настоящий детектив вообще-то серии не планировалось но судьба сама подкинула нам контент и мы решили его не упустить в общем как вы можете помнить четыре года назад егор приобрел себе mercedes мл в отличном состоянии по сравнению с тем что есть сейчас и он от этой машины дико кайфовал прямо сейчас позади меня стоит и мы со снятым мотором и это настоящая детективная история вот вы можете видеть что все выглядит так и длится эта история уже на протяжении больше недели расскажи пожалуйста что произошло еду никого не трогаю как обычно все банально застучал мотор на самом деле поломка очень интересная такая можно сказать эксклюзивная значит за сначала мотор сначала была мысль что это форсунки тут стоят уже такие вот электрические форсунки и когда она льет соответственно получается как очень ранний впрыск и все это детонит в обратку бьет очень гримно короче оказалось не форсунки причем очень четко их именно заглушкой отключали не разъем снимали то есть все их исключили полностью дальше я полез снял клапанную крышку потому что звук был в головке были мысли что я на самом деле не знал здесь устроен грм оказалось что ну никаких коромыслов ничего нету и все выглядит совершенно прекрасно то есть компенсаторы тоже были исключены потому что от компенсаторов идет легкий звук а здесь прямо удары были такие конкретные ну что сразу же было понятно что это вкладыш разбила вкладыш шатунный здесь поддон снизу не снять не снимая двигатель в общем выдрал мотор начал смотреть вкладыш когда я начал откручивать шатунные шейки и доставать вкладыша то есть я достаю по цилиндрам пошел по очереди стою пятый цилиндр тут всего 5 цилиндров двигателя вижу вот такой вкладыш как новый ну и также четвертый все откручиваю и все вкладыши как новые и тут я сел и думаю хорошо что же это такое мотор при этом работал очень хорошо заводился хорошо не проил ничего такого ну было понятно что нужно дальше снимать и головку и вот тут когда уже снялась головка стало понятно друзья я часто задерживаюсь допоздна на съемках либо в офисе на монтаже роликов или просто банально не успеваю нормально поесть из-за огромного количества дел и раньше это было огромной проблемой потому что мне либо приходилось пропускать приемы пищи либо питаться чем попало по дороге в каком-нибудь фастфуде и как же хорошо что теперь эту проблему решает самокат это онлайн магазин с доставкой продуктов от 15 минут можно без проблем заказать либо продукты либо уже готовую еду например сытный борщ и плов на второе она завтрак сырники и потом просто разогреть не потратив ни минуты своего времени впустую я кстати часто заказываю продукты из самоката по пути и по приезде продукты уже ждут меня у двери ведь доставка занимает от 15 минут а время от времени даже привозят быстрее но самое главное можно попросить оставить заказ у двери у самоката есть целый раздел с товарами под собственным брендом где есть уникальный выбор здоровых перекусов которые всегда можно взять с собой и съесть где-нибудь в дороге например в пробке на такие случаи у меня всегда с собой полезные батончики и овощные чипсы мне нравится что все продукты вкусные качественные и с хорошими составами то есть за это я вообще могу не переживать если вы еще не успели попробовать их продукты и до сих пор тратите свое время в очереди в магазине то скорее переходите по ссылке в описании или по вот этому вот qr-коду качайте приложение и получайте скидку 20 процентов на первый заказ продуктов от 800 рублей по промокоду илья и ребят я вам серьезно говорю я пользуюсь самокатом на протяжении нескольких лет практически каждый день ну за исключением когда я не в городе я очень доволен причем цены там максимально демократичные и вам искренне рекомендую мотор обсывался маслом просто настолько сильно вот из-за до этого колхозных ремонтов то есть там все на герметик было собрано есть от герметик выдавила и просто был вот такой вот слой вот этого асфальта как неотмываемого то есть я тратил очень много времени просто даже до болтов чтобы добраться чтобы понятно где они где их откручивать сколько литров бензина ты потратил чтобы просто это все смыть больше двадцати литров бензина ушло просто влейку вот в эту накапливал с кисточкой мыл мыл то есть я сначала отвертками ножами отколупливал потом кисточкой намывал просто здесь вот эти картонки опилки сейчас все очень чисто чтобы вы понимали это уже все чистота целом наверное да учитывая сколько он по горам по лесам по болотам ездил на этой машине ковровые болот идем по ковровым болотам мерсик молодец самое интересное когда была снята головка все сразу же стало понятно а именно смотрите вот такой вот элемент блин как же его туда вбивала вот это вот саморез кусочек самореза точнее он сначала был здесь а потом здесь в целом мы с подписчиками на самое вкусненькое приехали на самом деле уже всю грязную недельную работу провел и теперь прямо это финал детектива но вообще это интересно всегда допустим заезжаешь там друзьям сервис стоит какая-то машина с разобранным мотором и там что случилось это сразу на самое интересное не ждешь не гадаешь а как туда попал этот саморез пойдемте дальше здесь в общем следы некачественного ремонта разбирал а здесь его следы некачественной эксплуатации я тебе скажу машина заклинила в рельсах каких сейчас поезд пойдет что делать это же джип какого нужно еще эксплуатировать полноприводный внедорожник все и вставки пошли до хистых личного архива диагностика подвески интересно это же не легковой автомобиль скажите у всех у кого внедорожники такая эксплуатация своего автомобиля есть это сомневаюсь если честно здесь резиновые колечки ну как они должны быть резиновые они просто стали пластмассовые когда сюда лазили их не поменяли а лазили сюда вот из-за этих вихревых заслонок вот они заслон очки стоят здесь стоят они соединены вот этой тягой и подходят сюда здесь стоит моторчик который двигает для чего они нужны ну они получается мотор более эластичным дело то есть момент правильный распределяется они как меня длину коллектора третий цилиндр и в третьем цилиндре нету заслонки именно из-за этого то есть пролетела заслонка заслонка пластмассовая мотор перемолол ничего не случилось но тут еще был саморез закрученный кусок этого самореза как раз мы и наблюдаем в поршне а зачем саморез туда закрутили а вот это уже мы никогда не узнаем он только в одной был в третий закручен но именно вот так вот он сверху был закручен он получается либо заслонка отвалилась уже но ее решили оставить и закрепили саморезами я не знаю что произошло и почему он отломился ну просто не должно быть конечно таких узлах саморезов никаких сейчас я хочу заслонки наверно все эти разберу и вообще их исключено систему это восстанавливать они будут она мне тоже как бы не очень нужно слушать и горил там у тебя еще какой-то тюнинг планируется пойдем покажу в общем я хочу все максимально упростить чтобы мне ничего не осложняло жизнь вот это я больше не буду ставить я считаю что моему автомобилю вот это не нужно это холодильник причем он идет по моему на обратку даже не на подачу на обратку топлива он стоит еще с термостатом стоит термостат на моторе стоит отдельный вот такой от радиатор потому что он через термостат он по идее охлаждает обратку ну как бы на любом современном автомобиле этого вообще нет также по всей этой экологии тут тоже уже это ничего не работает вы просто висит на моторе с кучей миллионов шлангов всяких так что будем стремиться к 123 мерседесу этого ничего нет и он себя прекрасно чувствует вот это вот мы выкинем вот это вот мы тоже не будем ставить это реально осложняло вот я привалил вот эти уши потому что они ненадежные процессе эксплуатации это все отрывается наматывается на колеса вот эти шланги вот этот шланг у меня взрывался как раз я думаю что называть это эксплуатации не очень правильно то как ты используешь автомобиль на резина конечно не утром это опять ехали вроде в городе кусок то было это произошло а расскажи про подвеску и про систему трансмиссии производились ли уже какие-то модификации за эти годы вопросе этот задал не случайно я знаю что там менялась и это реально интересная история послушайте в общем идет кардан и на кардане вот так вот стоит крестовина ну все представляют но там стоит кардан гука и там стоит подряд вот так вот две крестовины это на передний привод который идет они вот так вот соединяются такой сложный кардан гука и здесь еще подшипник в общем все это разболталось я думаю ну зачем это все вот на уазике это все и так ездит и я взял этот кардан вот так вот обварился сам отцентровал обварил и у меня просто на одной крестовине мне сказали что умрет раздатка все сломается будут вибрации в общем я уже проездил на года два без этого кардана гука и все отлично по подвеске какие доработки были произведены рычага 2 купил назад поставил нет но это не доработки это ремонт доработки может быть ты избавился отчет и дам тебе подсказку а стабилизаторы у меня выкинуты да у меня нету стабилизатор потому что от стабилизатора поперечной устойчивости ваш автомобиль едет только хуже реально стучит что-то стучит наезжая на кочку одним колесом вы получаете удары во второе и все это не ухудшает автомобиль в общем первое что в автомобиле после покупки надо выкинуть это стабилизатор поперечной устойчивости от этого нужно сразу не на кстати с этим я даже спорить на самом деле не буду на скольких машинах я избавился от стабилизатора причем даже на дорогие не становилось хуже реально по ощущениям от вождения ничего не меняется а при этом проблем гораздо меньше что эти стабилы блин все время разбиваются наш антон оператор но такое достаточно педантичный человек и у него тоже что-то там стучало что-то я говорю хорошо ты все равно будешь сейчас ты хочешь поменять стабилизаторе очень много деталей есть втулки стабилизатор и стойки стабилизатор он все это хотел менять я говорю просто заедет тогда сними его и прокатись попробуй да съедет на большой скорости поверни на большой скорости в поворот смотри насколько хуже машина стала управляться проедь по кочкам и он говорит да ну типа машина едет также но по кочкам едет лучше то есть да не не лишняя деталь я уже сто раз это проходил я уже представляете комментарии ладно реально снимите стабилизатор просто прокатитесь без него перед тем как осуждать сначала попробуйте да а вот если вы попробуете и вам не понравится вот тогда можете писать комментарии а до этого это все балабольство что мне нравится в этом моторе о мне в этом моторе нравится все смотрите во первых прекрасная алюминиевая клапанная крышка никакого никакой пластмассы вот эти все пластмассовые клапанные крышки сразу же за первую неделю мне кажется завода выехала машина они сразу так залупляются и начинают здесь она просто кусок алюминия также смотрите игры один получается один распредвал крутится такой шестеренкой она кстати очень красивая не посмотреть если у нее даже дизайн присутствует вот такая цепь широкая мы сейчас тоже поскольку а второй раз привет просто крутится от него такой звездочки ломаться нечему пойти какая цель жирная цепь я даже менять не буду я ничего не буду менять я даже я эти не башмаки натяжители ничего не буду менять потому что она все просто как новое чуть-чуть легкие легкая обкатка произошла за тысяч на 500 километров сколько он проехал посадить какая цепь жирная вот что с ним может случиться ничего также достоинства данного двигателя вы посмотрите на этот генератор на вид он стоит не меньше 20000 потому что он еще с водяным охлаждением кстати какой большой огромный так вот генератор у меня словался по причине того что он у меня под водой работал и из-за этого вымылась смазка из подшипников он заклинил и когда я решил покупать генератор я думаю блин с водяным охлаждением наверное сейчас я потрачусь и в результате я потратился на 1800 рублей я даже выбрал где в городе как бы удобнее его забрать потому что от этих просто все хотят избавиться чтобы на полках не бежал видимо он не ломается ни у кого ну вообще детали все дешевые ты постоянно хвастаешься бамперами какими-то ручки дорогие ну как дорогие бампер стоит 20 тысяч просто относительно всего остального бампер типа супер дорогой это самая дорогая запчасть автомобиля здесь даже вот эти форсунки дизельные сейчас стали продавать помощи дешевле как чем вначале они были то есть сейчас их там перебранные форсунки что-то по 5000 рублей продают их здесь всего пять да и в целом они ломаются она перебирается в общем все прекрасно слушай я вот что подумал а ведь эта машина самое долгое количество времени у тебя во владении из всех твоих машин да а это первый осознанный автомобиль потому что который был куплен не как взрослые отношения да не как бутылка воды был у меня же раньше как были покупки автомобилей что-то там между делом как и купил раз там ехал по городу увидел объявление это где-то до купила поеду прикольно там ну да я помню а ты будешь какой-то был радостный когда ее купил было же помнишь а это кстати благодаря или я начал бороться было 12 машины ты начал систему зачистки какую-то короче в тот момент его бросил всех своих любовниц и взял себе жену да вот это вот и до сих пор в отношении не ну правда это кстати был первый осознанный автомобиль потому что до этого у меня было много мерседесов меня был сто два четвертый мерседес два двести десяток было мерседеса и и опель фронтера было я думаю блин надо все это совместить как-то чтобы было мерседеса джип и все как бы ну вроде как гелик да и мл и мл 164 или 163 но вот этот мл он же супер надежный у него нет никакой пневмы вообще ничего это по сути такой уазик только мерседес какой даже в уазике хуже подвеска там рессоры они могут сломаться а здесь парсиона и вообще никогда ничего не будет друзья все любители загородной жизни рано или поздно сталкиваются с необходимостью строительства гаража или хоз блока для хранения вещей у себя на участке ребята из строим для вас занимаются строительством быстро возводимых конструкций из сэндвич панелей и могут без длительной стройки на участке быстро и качественно решить ваш вопрос но если вы занимаетесь бизнесом то строим для вас могут построить для вас автомойку магазин склад и даже целое производство из все тех же сэндвич панелей также ребята активно ведут свой youtube канал на котором подробно рассказывают о всех нюансах строительства но самое интересное это то что на канале строим для вас вышел первый в россии строительный комедийный сериал видно что в создании принимала участие большая команда и ребята очень старались так что скорее переходи на канал ребят по ссылке в описании смотри их сериал и конечно же подписывайся состояние мотора мл на сегодняшний день стоит уже поддон шатуны у нас обтянуты пришла прокладка гбц соответственно можно накинуть головку можно ее обтянуть можно выставить грм поставить цель в чем минус когда собираешь мотор без книжки в общем поставил уже распредвалы прикрутил крышки хорошо что их вообще не обтянул еще и начал ставить метки вот здесь стоит такая просто паразитная шестерня звездочка под цепь но в общем нужно было сначала ее поставить а потом ставить распредвалы потому что теперь она туда не влезает поэтому опять снимаем ставим эту шестеренку и продолжаю сборку двигателя конечно ремонт мл очень сильно затянулся потому что надо не нужно ремонтировать автомобили раз в 4 года или сколько там у меня но я всегда смотрел вот на это скопление трубок вот с этой стороны вот здесь вот все вот вот там вот на этот коллектор и там все представляло собой единую часть такого масла антифриза всех наверно масел гидроусилителя и моторного сажи ну туда было страшно смотреть в общем лучше бы делал потому что сейчас даже при сборке там резиночка здесь тоже что-то порвано здесь какой-то шланг в общем то что в разборе даже как-то не отдефектовалась чем эти все моменты отсрачивают запуск но сейчас можно попробовать завести все пока не до собрана но так сказать сделаем пробный запуск все жидкости на месте просто соляра убежала но я хоть подкачала что-то не заводится и свечи накала не гаснут с ними все вроде в порядке вообще вот точно не помню но по-моему свечи накала должны гаснуть почему-то горит включенная пониженная уровень масла уровень масла явно нормальный что-то может не подключил еще непонятно что не работает ладно посмотрим что со свечами накала может правда что-то там не доходит пробуем еще разок что-то ему не нравится горят свечи накала вот эти работают очень ровно кстати так ровно не работал поток работает хорошо но заводится не хорошо с этим подразобраться так сейчас прогрею его до рабочей температуры посмотрю чтобы нигде ничего не текло наконец-то настал этот момент я приехал в гараж смотреть на отремонтированный эмель Егор мне кажется не ожидал что это будет настолько долго Егор больше месяца это все заняло ну ладно я же не только эмель делал а что ты еще делал я еще грустил от того что делал эмель но мне кажется ты до сих пор сидишь грустил почему он опять в гараже скажи мне я отогреваюсь я даже немножко приболел потому что ну очень много было работ где я там по полу валялся что-то крутил почему он в гараже да закатил чтобы еще раз убедиться что все в порядке вот здесь с этого датчика прикольно хотя он был закручен такая тонкая струйка пошла здесь все подобоссало ну какие-то маленькие нюансики остались вот этой скобочки у меня нету она сейчас здесь на стяжке но в целом мотор начал работать гораздо лучше хотя не было никаких росточек там замены поршневой колец просто все отмыто знаешь почему лучше стал работать потому что ты масло впервые за 15 тысяч поменял вы представляете этот человек который проверяет эту тачку на прям на сто процентов ну да что удивительно при езде на плохом масле самым дешевым и редкой замене ну как бы вкладыши и все эти постели распредвалов все осталось целое то есть я думал что там будет такое у меня даже сразу были мысли может поставить другой мотор потому что когда я разберу этот я удивлюсь но на самом деле все в порядке вот посмотри сейчас я заведу двигатель посмотри на сколько ровно он работает да я уже в шоке от того что он такой чистый на самом деле ну а сейчас мы решили прокатиться для того чтобы его мог рассказать не только о том как он технически обслуживал а точнее не обслуживал эту машину четыре года но и о том какие кайфы она ему приносит в повседневной жизни пересел ты обратно в свой любимый автомобиль какие ощущения ну прямо ощущение что я перестал ездить на автомобиль то есть за это время я поездил на разных тачках все они были такие с нюансами здесь все вот здесь мы можем сидеть разговаривать я не участвует движение вообще он меня везет не как бы не я его везу не я вот эти вот все какие-то действия предпринимаю что-то думаю когда я его разводил в последние дни и он ездил на сто двадцать третьего подожди я припаркуюсь и потом только начинал разговаривать по телефону да потому что нужно как-то ну реально участвует движение здесь ты просто сидишь и приятный кожаный салон тут так чистенько прям красиво все материалы дорогие ничего не дребезжит вот да если даже сравнивать с какими-то ладами которые новые из завода выходят и она уже едет а если выгружить все из багажника музыка есть кондиционер вот не знаю наверно вряд ли он у тебя работает а я даже не знаю я его ни разу не включал я не пользуюсь кондиционером никогда главное чтобы люк был не знаю не люблю кондиционер что тебе не хватает в этом автомобиле мне не хватает подвески просто когда я снимал переднее колесо чтобы ну там подлезть из-под крыла и в рычаге вот эта шаровая она не то что там люфт какой-то да или пыльник порванный она протерла рычаг насквозь и я ее как вот этот шарик вижу и думаю ого надо добить то есть а какие-то новые элементы туда покупал надо все это еще раз задефектовать еще раз заказать все что сломано ну потому что колеса болтаются что еще еще у меня сгоревшие мозги на этой машине уже сколько три года или четыре то есть она не разгоняется вообще вот она едет так как под парус мне кажется нормально кстати идем с 60 километров в час все по городу мы идем мы пойдем и там и 120 пойдем просто разгон очень медленно турбина не дует бог управления двигателем он не видит вообще ни одного датчика то есть он едет без расходомера без всего вот это нужно сделать чтобы еще дуба заработала и тогда как-то разгоняться и будет совсем к не работают все системы вот здесь можно посмотреть что горит и абс и спи и все эти все эти курсовые я думаю виной вот эти все ветки когда ветки залезают в автомобиль они начинают отрывать все провода наша до конца это за эти как в когда с друзьями собрался 10 лет не видился грешну все надо чаще видеться надо чаще видеться от эти сейчас все разговоры по поводу того что ветки у него залезли надо проводку восстановить ребят все машина начала ездить это виде как если у Валеры машина ездит, он с нее не слезет. Вот то же самое про Егора. Если машина ездит, то никаких ремонтов производиться не будет. Ну, может быть, да. Потому что я уже почувствовал, конечно. Просто я сел, покатился, вот так вот. Тут даже сидишь как-то по диагонали. Потому что сидишь, знаешь, как в кафе, когда садишься, или где-то вот так вот. И все, так и едешь. Просто упал и едешь. То есть нету такого, что ты прямо едешь. Нет, тебя реально везут. Мне кажется, вот из того, что реально нужно сделать, так это задний бампер. Потому что, ну как-то, ну совсем непрезентабельно выглядит. Слишком брутально, да? Слишком, да. Раньше тачки очень сильно делились, как бы машины премиум сегменты и дешевые. А потом вот этот дешевый сегмент, он стал такого дизайна, что ты уже не отличаешь от премиум, да? Да сейчас ездят машины, я ни значков, не знаю. У них и логотипов никаких нет. Это просто машина едет, она стоит полтора миллиона рублей, пять или двенадцать. Типа, где, где этот разброс цены? Ну, в общем, ладно, ребят. Это все лирика. Самое главное, что у Егора снова рабочие автомобили. И мне кажется, что получилась очень интересная серия. Думаю, что мы будем раз в четыре года вот так вот возвращаться с проектом тачка Егора. Посмотрим, что будет дальше. А самое главное, что мне кажется, через четыре года у меня все равно будет этот мерз. Потому что, ну, альтернатив я пока не вижу. То есть, можно взять там следующий кузов или через один, но они уже технически другие. То есть, это реально как УАЗик, только Мерседес. Ну, здесь все такие решения, тут никакой пневмы нету. Ничего, ну, типа, простая коробка. Все, все такое элементарное. Ну, в общем, друзья мои, поживем, увидим, что будет дальше с этим автомобилем. Какой будет тачка Егора в будущем. Если у вас есть какие-то предположения или рекомендации, на что он должен заменить свой автомобиль, то напишите об этом в комментарии. Будет интересно почитать еще, что ли. Я думаю, там начнется китайцы какого-нибудь. Я думаю, там просто будет список автомобилей. Ну, у каждого свой. Да-да-да, всех просто. Возьми Ланос. Все марки, модели, будет все просто. Ну, в общем, посмотрим, да, что вы напишите. Ну, а на сегодня все. Всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, что вам понравилась эта серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.